у какой у нас по счету пятый выпуск до нашего нет подкастом разрешаем и сегодня у нас это не знаю анна можем назвать эту тему горячей или она теплохладная секс после 40 можно ли мне кажется на горячая горячая причем она такая вот ну разнообразно горячие что какие-то у горячие как лед обжигает петарда да то есть вот там комплексные мы можем одним квазе подкастом не обойтись на самом деле еще цехлид не обсудим сегодня ну как бы цехлиды могут неожиданно войти в чат но пока вне планов пока пока вне планов но вообще вообще нам может не хватить времени обсудить все что мы хотим обсудить и главное что действительно говорить на все можно много и с разных сторон и сегодня мы хотим поговорить про то что вообще надо наверное начать дисклеймера я явно женщины после 40 но не очень глубоко мы даже не очень глубоко мелко за 40 мелко за 40 чуть-чуть чуть-чуть вот и моби состоим в долговременных отношениях то есть мы не находимся в как это в поле большого секса да вот это вот вот вся тиндер пьюр и так далее тем не менее что тем не менее тем не менее мы считаем возможным говорить о сексе за 40 потому что это поле это разнообразно то есть ну да мы с анной не глубоко за 40 но глубоко замужем там к сожалению или к счастью не примужем не примужем быть сказано в то же время у нас знакомые которые в теме большого секса и но доносят до нас весь из полей и тиндер пьюр и есть знакомые которые как бы вообще совсем уж из большого секса и по-разному к этому относятся то есть но в целом еще тема очень разнообразная и ну как-то ее хочется пошевелить не то чтобы там опять надавать ответов скорее хочется на обострять вопросов как обычно и да 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 тем не менее если у вас вопросы есть вы их пишите в чате мы будем их рады рассмотреть но вообще вот вот такая вот история я не знаю как у тебя у меня тоже и вести вести с полей которые долетают и как такой общий анализ информационного поля если можно так сказать говорит вот о чем говорит о том что замужем женщина на 40 но мы говорим про женщин потому что мы сами женщины или она не замужем возникают вопросики что вообще происходит вокруг где иногда возникает где феерия сделать бенгальские огни шпитарды то есть тема горячая потому что вдруг оказывается что нам не 16 и это имеет какие-то 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 выражения в нашей жизни и такие выражения и про то что как трусы до люстра не каждый раз долетают вот вот всякое такое и с одной стороны есть есть тема что да действительно долговременных отношениях секс меняется с другой стороны есть тема что вне их как-то вообще можно или нельзя после 40 да а если я вот вся такая начни с не сделанной интимный и не только интимной пластикой и даже того без ботокса можно или нельзя то есть получается что у всех возникает два классика согласны при этом еще это такой ну дабл бэнд с одной стороны тебе говорят что ты после 45 снова ягодка что зрелая сексуальность это тоже удел женщин после 40 что темперамент молодых партнеров и зрелых женщин скорее тождественным чем отличается зрелая женщина должна знать о своей сексуальности много должна познакомиться со своим телом оргазмом и вроде как ну в общем тема долженствования не сводит только к белевую нюансы или интимной пластики она как эта тема долженствования женщины велика и многогранна и туда возникает мысль вроде не 16 а по-прежнему ну должна да и и это самое странное потому что как бы предполагается что должна и вот ты познакомилась со своей сексуальностью своим оргазмом и хотя должно быть там сразу 10 в неделю или там по продолжительности каждой не меньше пяти минут потому что ну даже познакомилась а если они такие значит и не знакома и недостаточно постаралась а теперь ведь уже 40 а ведь может быть ну то есть тема тема соответствия какому стандарту да это не только отбеливание ануса это вот еще что зрелая сексуальность это ого года позже она какая была как-то как в том анекдоте то я и в юности это было говно было вот она какая была вот вот ты с ней познакомился что она лучше стала от этого и как-то больше обязательно это не обязательно ну честно не обязательно можно снизить скорее да количество мероприятий да и ну опять таки женщина должна примириться со своим телом например да и в любом своем теле получать удовольствие и можно ли например там делать эту самую интимную или не очень интимную пластику или это тоже как-то вот зашкварно как говорят и в общем вот это огромное количество долженствований ты сразу раз и не феминистка если вдруг сделала опа и нету все да все все предыдущие все предыдущие твои достижения на этой почве обнулись безусловно вот ну и проблема этих самых там не долетающих до люстры трусов опять-таки кто-то например имеет какой-то в личном опыте опыт что они когда-то там туда долетали в принципе вообще когда-то был такой секс который но есть что вспомнить детям рассказать не нечего а кто-то ну например думает мне уже 40 а по-прежнему вот может быть как-то не так с трусами обращать может как-то выше кидать дальше волочь надо было бы а я не знаю в общем казалось мне когда я была юной что придя за 40 я наконец все пойму и все станет просто и понятно но ну нет ни я не большинство моих знакомых за 40 по-прежнему не успокоен на каком-то на каком-то месте которое было бы таким правильным а уж тем более хорошенечко подтвержденным снаружи что вот вот да вот это бесспорно хорошо устроенная сексуальная жизнь женщин за 40 слушай про кстати про сказать мне кажется что благополучие перекидывают из возраста долженствование благополучие перекидывает из возраста возраст как горячую картошку да что то типа вот в юности ты обязан пятое-десятое а потом вдруг и после сорока ты обязан и то есть ты обязан получается вообще везде и ну как а где а где место гуманизма хоть каком хорошем смысле потому что у нас еще с тобой весь гуманизм плохом смысле да и и претензия на гуманизм а здесь вот потому что ну как как-то да тупик 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 да но мы хотели с тобой говорить сегодня собственно так широко открыт чтобы хотели говорить сегодня прошло мы с тобой хотели говорить сегодня про то что но бывало ли вообще хорошо и как оно устроено. Да, я еще, слушай, я хотела сказать, хотя это несколько в сторону, про, так сказать, ну, ничего, типа, если в юности не было, но потом будет, потом будет вот это все, да, тоже синдром откладывания на потом. Я недавно как раз мне мембрии с Фейсбук показали, что я там выкладывала какие-то картинки людей за 60 в красивой одежде, возмутительно красивой, возмутительно цветной одежде, все-таки, о, ну, человеку, так сказать, на пенсионеров давление социума снижено и, наконец, можно начинать носить сумасшедшие шляпки. Я как-то, я изумилась в такой трактовке, потому что я, да, со временем, безусловно, мы это видим, происходит накопление опыта, его трансформация из количества качества, и если ты всю жизнь бунтовал, бунтовал, потом тебе становится вообще насрать, какую-то свето шляпку у тебя на голове, и ты выходишь, все-таки, а погибли в розовой шляпке. Если ты первый раз надел розовую шляпку в 62, или даже, извини, в 42, это опыт, который далек от свободы. Свобода не появляется, она появляется, как дар свыше, но этот дар свыше заключается в том, что большое количество повторений потом выводит тебя за пределы этой игры. Без повторений, вот просто вот так, да, ну, как бы. Мое послание простое, начинайте прямо сегодня. Не ждите, пока социальное давление ослабнет, но будет дальше только увеличиваться. На все. На безумные шляпки, на количество органов, на секс. И ожидание, что кто-то вас, ну, извини, освободит, это никому не интересно, это никому не нужно. И, в принципе, чем раньше начнешь, тем это проще, потому что, ну, правда, в молодости многое делать проще, да? Ну, ты упоротый, ты не все осознаешь, половину времени ты проводишь в полуосознанном состоянии, вот, в состоянии аффектов, в состоянии сепарации, в состоянии влюбленности. И можно получить много разных новых опытов, которые потом зайдут, дадут какие-то семена. Вот. Я что-то внезапно обращаюсь к молодым, но не понимаю, что. Ну, то есть, конечно, я думаю так, да, что кто продолжал бунтовать в 16, в целом в 40 продолжается та же фигня. Ее продолжать проще. Я, один смысл, я хочу сказать, что чем раньше начнешь бунтовать, тем проще это продолжать делать. И не надо ждать, что будет проще когда-нибудь. Ну, то есть, это может быть, ну, там, это уже сильно перед смертью, типа, ну, сейчас что, все мне уже терять нечего, но пока нам что-то есть еще терять, это будет все сложнее и сложнее. Согласись. Ну, конечно, конечно. То есть, я тогда думаю, выводить надо через то, что мы опирались весь предыдущий опыт, в 16, в 25, в 30, мы опирались на то, что, ну вот, ну, слава богу, норм, ну, наконец, как у людей, это не то, на что нам имеет смысл опираться. А вот опираться на то, что было в 16, в 25, в условные 30, когда мы остро переживали, например, что-то, что это не как у людей, то вот это как раз некоторая стабильность. Признать, да, признать стабильностью постоянное ощущение противодействия давлению социума. Вот единственная стабильность, которую, пожалуй, ты нам всем фангуешь, да, вот у нас ощущение свободы, это ощущение давления среды. Вы перестали ощущать давление среды. Вы не стали свободными, вы скорее, да, смеялись. Мы перестаем ощущать давление среды, когда оно нас раздомило. Все. До этого нет. Ну, как бы, да, не бывает свободного выбора. Ух, он где вообще? Так, извините, мы отошли от секса. Мы вообще, уйдем куда-то. Так как настоящие женщины после 40, мы сильно отошли от секса, но мы хотели сказать еще, что с тобой, что биология, бессердечная сука устроена так, что гормональный баланс в юности и после 40 устроен несколько разным образом, хотя это не является универсальным объяснением всего, но довольно много мы переживаем в юности истории, которые потом почему-то становятся эталоном. Но это, знаешь, это тоже странно говорить про это как эталон. И я хочу подчеркнуть вот что, что во-первых, их не надо недооценивать, во-вторых, их не надо недооценивать. Какой у нас антоним? Короче, не обесценивать, не наоборот переоценивать. Да, да, что вот эта вот история про токсичная ли история, когда мы соприкасаемся рукавами? Анна, ты про это сказать. Ну да, мы с тобой, да, мы об этом тоже, мы об этом и хотели сказать, что вот это равномерное, ну, в супружестве, да, переживание комфортного человеческого взаимодействия, а переживание комфортного, опять-таки, там, не знаю, человеческого взаимодействия при взаимодействии со случайными партнерами в случае, опять-таки, смены партнеров, если таковое происходит, или спокойное, комфортное существование, выйдя за пределы этого контекста взаимодействия с противоположным, ну, я не беру как, я не беру отополы союза, потому что я не могу об этом говорить, не разделенного опыта, поэтому я буду оставаться в этом поле просто потому, что это единственное, о чем я знаю по себе. Вот это спокойное существование в зрелом, успокоенном возрасте по поводу, успокоенном по поводу себя, по поводу собственного комфорта, по поводу отношений, да, имеет тенденцию к обесцениванию юношеских детских безумств. Мы гораздо меньше склонны понимать, как же оно там так получалось в юности, когда мы оказывались в ситуации вот этой, как ты говоришь, большую часть времени неосознанной, и тем не менее там случались самые интенсивные переживания, связанные с сексуальностью, с сексом, самые интенсивные переживания, связанные с разделенностью жизни и ощущения с другим, с большой буквой Д, и самые большие страдания, связанные с неразделенностью, да, с пораненностью, с израненностью, ну вот, с токсичностью, да, с отравленностью какой-то, все они сложились там, да, и мы норовим с позиции взрослого и вроде как спокойного, и вроде как комфортного и очень человечного статуса, смотреть на это как на что-то очень, ну, дурное, как на что-то, что случилось с нами по глупости, по недомыслию, по неразумению, по неосторожности, по несчастью, но в то же время мы уже в этом возрасте не можем не наблюдать, что одновременно по счастью, потому что те самые трусы на люстре висели с завидной регулярностью, вот тот самое переживание секса как чего-то стоящего, чтобы об этом вообще говорить, почему-то были сопритыкнуты с душедрянством и мозгонистов, с переживанием отношений, которые далеки от комфорта, далеки от человечности, далеки от того, что в приличном обществе людей за 40 принято называть отношениями, я даже так скажу. Ну, слушай, ну, я не знал. Ну, конечно, с одной стороны, да. 15-18, конечно же, это отношения, но если вдруг какая-нибудь женщина за 40 расскажет нам историю, которая будет иметь декорации или соотношения героев, акторов, мы скажем «Боже, он перверзный нарцисс, беги скорее». Да, у тебя заниженная самооценка, это какая-то детская психотравма привела тебя в состояние, в котором ты не в состоянии выдерживать границы. И будем правы, тут я скажу тебе страшное, что да, действительно, мы будем в этом правы. Естественно, но очевидная история, что эйфорический, феерический секс возникает, когда границы размываются. Мы не можем, находясь в своих границах, и держа их, пусть они будут как это модно, гибкие, здоровые, адаптивные, но пока они не размыкаются, мы не можем получить опыт чего-то стоящего, чего-то ради чего вообще стоит поднимать задницу, ехать на другой конец города в декабре вечером, зачем? Я просто посижу, попью чай, да, но нет, нет. И вот эта тоска, если она есть, конечно, и некоторое изумление по поводу того, ну, типа, почему же, почему же вот нет вот этого всего, ну, тут надо просто разобраться, надо либо крестик снять, трусы надеть, или наоборот, или наоборот, да, то что-нибудь одно, нету эйфории без падения в ужас, в одиночество, в отчаяние, в богооставленность, ну, как бы, это, это опять же, физиологически так не работает, если мы нагоняем, 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 ну, потом, да, потом уровень падает. конечно, особенно это, ну, как бы, в такой, в дискурсе, особенно распространена эта история про мужчин, да, которые ищут замену себе, ну, там, каждый год, вот, ну, какая-нибудь новая молодая девушка, вот, и вот это как раз подпитывает вот эту вот историю, что вот, новенькая, 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 но, как бы, да, до какого-то предела это работает, ну, одновременно это лишает, в этом тоже отсутствует человечность. В этом и отсутствует человечность. Ну, скажем так, один из аспектов человечности в этом отсутствует. Да, и в обратную сторону, да, то есть, если мы таки умеем про границы, если мы таки умеем про человечность, если мы умеем таки про близость и товарищество, то что бы случилось посреди вот этого, ну, идем по пустыне, ни кочки, ни костика, и вдруг из-за угла выезжает танк, чтобы, значит, случилась какая-то история, какая-то история, опять же, о которой стоит говорить, которая заставляет биться сердце чаще, краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами, с тем, с кем ты уже 15 лет, как с боевым товарищем, вполне себе уверенно себя чувствуешь, это упражнение со звездочкой, вот, в этом смысле просто провалиться в бессознательное состояние, характерное для позднего пубертата и раннего юношества, пожалуй, не поможет, хотя такие годы, вот, они случаются, и, ну, результат, опять же, поскольку ставки в 40 выше, чем в 16, результат бывает очень, ну, так, разочаровывающим, то есть бездны, которые мы можем в этом посетить, они будут не только экзистенциальными, они могут еще быть и вполне себе бытовыми, вот, но в то же время полностью обесценить вот этот аспект, который текущая версия психологии наглухо поместила в область нездоровья, полностью его исключить, полностью сказать, что у нас будет феерический секс при условии, что мы будем человечными, пожалуй, ну, вот, пожалуй, это основная мысль, которую я хотела бы сегодня сказать, что если мы говорим о сексе как о каком-то мероприятии, которое действительно стоит того, чтобы перестать пить чай и заниматься каким-то интересным делом, продуктивным, то он никогда не случится, если мы остаемся в поле здоровья, гуманизма и... да-да-да-да, сейчас, понимаешь, тонкий лед, очень тонкий лед, нет, конечно же, без здоровья, без гуманизма, без человечности мы не двинемся и туда тоже, нет, конечно, без этого мы двинемся назад, еще раз, в какую-то достаточно трэшовую историю, которую совсем не хочется, нет, мы говорим о том, чтобы двинуться вперед из хорошо устроенной жизни, где все и так здорово, вот, как это, две какие-то девушки, Марьина, это же надо ехать туда, пить с ними, вот, вот, чтобы куда-то двинуться, мы должны, не то, что должны, опять долженствование, нет, 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 не должны, но мы... да нет, должны осознавать и допустить такую возможность, что это случится там, где человечность не стоит как цель, ну вот, где человечность не стоит как цель взаимодействия, где границы, это не, опять-таки, не цель и не результат, где и человечность, и границы, ну, это один из инструментов, вот, для чего? Для того, чтобы уметь их, ну, возможно, для того, чтобы уметь их растворить, да, потом собрать обратно, а человечность, опять же, не цель, это не конечный результат нашей жизни, это инструмент для того, чтобы утратить человечность и потом вернуть ее себе, ну, вот, как новое, чтобы выйти из субъектных, уважительных, товарищеских отношений, а потом в них вернуться, выйти из товарищеских, дружеских, человеческих отношений в область, где нет этого, где есть только сверхгорячее, сверххолодное, вот, ад и рай, ужас, их тонь и эйфория, а потом, а потом вернуться обратно и вернуться опять к своим делам и к своей хорошо устроенной жизни. Вот так, вот такое вот упражнение со звездочкой видится мне. Важная история для обдумывания, если мы говорим о сексе после сорока, и не важно, это секс в глубоком замужестве, это секс с разнообразными партнерами по интересам из соответствующих мест для встреч, или это вообще выход, как бы, обратно в область секса для человека, который покинул его? Ну, то есть, ради чего выходить из зоны комфорта? Ради утраты комфорта? Нет. Ради чего? Скажи мне, Анна. Ради того, это не ради себя, а ради своей души. Человек едет в Марино на ночь глядя не потому, что его зовет в юности, конечно, в том числе, потому что его зовет его животное начало, но в том числе, потому что его зовет его душа. И когда мы говорили с тобой про то, что вот эти вот токсичные отношения из юности не стоит особо обесценивать, что вот я дура была, боже мой, боже мой, что я, что я делала? Мы следовали за самым важным зовом, который у нас есть. Иногда цена оказывалась неразумной, но за душу нельзя платить разумно, потому что тогда, как в этом самом, да, я продал душу в садане, оказалось, что не продал, а подарил. Как только мы начинаем рассматривать вопрос цены, оказывается, что все, ну как бы никакой сделки нет. И опыт прикосновения к божественному, он может легко совмещаться с тем, что другой человек может оказаться по отношению к нам токсичным. Или мы по отношению к нам. И это то, о чем мы с тобой не сказали, что осознанно, да, в случае яркой влюбленности, это же, да, когда ты говорила про одержимость анимуса и все такое, это же, мы имеем дело с другим человеком, не только как с человеком, а как с инструментом, как со способом прикоснуться к чему-то большему, к себе, к себе. Да, как, ну, мне нравится метафора белого экрана, она мне видится ценной еще и потому, что, как мы с тобой обсудили, у слова проекция, у термина проекция есть негативная коннотация, как у ни в чем не повинного термина манипуляция, да, просто вот какая-то операция, совершенная с помощью мануса, появилась негативная коннотация, так и у слова проекция появилась негативная коннотация. Но вот мне кажется, что метафора партнера по влюбленности, вот существа, в которые возникло интенсивное чувство нетоварищеского характера, он для нас при всей, ну, вот как и ужас, и радость мероприятия в том, что он есть белый экран, белое полотно, на которое происходит проекция действительно аспектов нашей души разнообразной. Мы проецируем на него, ну, бывает разное, но чаще всего на партнера не своего пола, на партнера противоположного пола, мы проецируем неосознанные аспекты констелляции, которая относится к противоположному полу, но расположена внутри нашей физики. Соответственно, женщины проецируют на возлюбленного своего аспекты анимуса. Вот этот принц на белом коне, которого мы довольно часто видим, принц на белом коне, как архетип спасителя, да, как аспекты анимуса, которые должны нас такие добыть из башни, в которой мы по каким-то причинам вот в девичестве прозябаем, извлечь нас оттуда и отвезти, наконец, сделать королеву, чтобы мы этим делом правили. Или какие-нибудь аполомические аспекты, да, мы видим возлюбленного нашего вот существом, которое сияет, у него в руках еще какой-нибудь инструмент, которым он что-то такое творит с миром. Пилит, 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 рубит дрова, да. Ну, Арфей, он поет и играет, и мы видим, как он великолепен, и, конечно, мы его любим, отдаем ему сердце. Ну, так это опять-таки белый экран, на который сияющие аспекты нашего анимуса спроецированы, мы видим его нечеловечески прекрасно. Мы видим его нечеловечески, и другие какие-то вещи, да, мы видим его невероятно ловким, невероятно смелым, невероятно умелым, невероятно активным, невероятно нежным. Вот все, что мы видим в существе, при виде которого нас забыл, стирает дыхание, суть аспекта нашей души, которые, конечно же, есть предпосылки для того, чтобы это случилось. Мы не можем, конечно, спроецировать это на проходящего Васю, если в Васе нет никаких вообще предпосылок к тому, чтобы на него налез костюм столь божественных расцветок, но тем не менее материал, из которого сделан сияющий герой нашего романа, он суть материала нашей души, и мы действительно идем к нему и готовы отдать все за возможность воссоединиться с возлюбленной души нашей. Ровно потому, что это и есть достижение целостности. Другое дело, что, конечно же, когда мы к нему дошли, и, конечно же, когда мы с ним вступили в какие-нибудь отношения, сова начала, конечно, трещать на этом глобусе и в проплешинах между перьями и кожей, расползающейся, мы, конечно, увидели несоответствие, и, конечно же, мы разочаровались, и дальше пошел духовный рост по интеграции. Либо мы обесцениваем, говорим, фу, ничего не было, мне показалось, я обманулась, боже мой, какая я была дура, и вот ничего не было, он просто был записной мудак. Обманул, поматросил и бросил. Ну, что ж, тогда наши сияющие аспекты нашей души оказываются болезненно отвергнутыми, ну, и мы, конечно же, страдаем, переживаем по этому поводу, и никак по-другому, конечно же, не можем себя вести, потому что целостность нарушена. Вот. Либо, и, как бы, в 16 мы не можем по-другому, мы, конечно же, делаем именно так. Слушай, ну ты говорила, что знаешь людей, которые могут, которые так и, так сказать, и не рвали на себя рваху, и, в общем, вот это вот, как-то все это обошло их стороной. Любовь была без радости, разлука будет без печали. Любовь была без радости, разлука будет без печали. Да я еще хочу с той стороны развернуть, что, на самом деле, сейчас, сейчас, подожди, я тебе про это скажу. Нет, что, когда в нас влюбляется этот самый червоный король, какой-нибудь парень, человеческий парень, вдруг влюбляется в нас и начинает вдруг сиять глазами, ходить и рассказывать нам, боже мой, какая ты великолепная, прекрасная, еще что-то, механизм такой же происходит. Он, вот, собственно, опять-таки, едет не к двум девушкам в Марьино, и, опять же, он видит, он едет к прекрасным принцессам, потому что, ну, ничто больше не может заставить нормального здорового самца, ну, как бы, оторваться от футбола и каких-то еще важных занятий. Только прекрасная принцесса, которая, суть, часть его сияющей души, которой он непреодолимо стремится, чтобы соединиться с нею. Вот. И всякий раз, когда в нас кто-нибудь там влюблялся и говорил нам и рассказывал, какая, боже мой, прекрасная же женщина мне досталась, мы, конечно же, удивлялись немножко, ну, я не знаю, как, мне кажется, все удивлялись немножко. Боже мой, ну, наконец-то кто-то разглядел. Боже мой, да. Ну, потому что у него тоже затрещала сова. Мы его тоже обманули жестоко. Он шел к сияющей деве, а пришел к нам, и трудно его, не знаю, в некотором количестве фрустрации. Вот. И из этого состояла серия наших влюбленностей и наших интенсивных переживаний. Те, у кого они были. Мне кажется, у всех они были. И мне видится, что после сорока как раз самое время на них посмотреть новыми глазами, может быть, перебрать, пересмотреть. Потому что, да, были те, я знаю, пару-тройку человек, которые не предавались вот этим упражнениям. Они сразу построили человеческие отношения со своей половиной. Анна, ты замечаешь, что у тебя сегодня как бы слово человеческое. Ты употребляешь с несколько такой странной коннотацией. Отчего же? Ты бы хотела так? Я нет. Точнее, как? Ну, и жизнь его была похожа на фруктовый кефир. Видал я и такое не раз. Ну, то есть это очень здорово. Но спасибо не надо. Да. О, Боже. Ну, это очень хорошо, очень вкусно. Спасибо. Но больше не хочется. Это на самом деле, слушай, ну вот это же ловушка и длинных партнерских отношений. Да? Ловушка фруктового кефира. Ну так. Анна, да, это как это? Фруктовый кефир. Кубличный йогурт. Все это такие прекрасные вещи на завтрак. Которые, конечно же, не идут ни в какое сравнение с Жигулевским. Я не уверена насчет Жигулевского на завтрак. Но есть гораздо более интересные вещи, да. Хорошо. После сорока я разрешаю начинать с просек. Окей. Хорошо. Договорились. Да, я использую слово человеческий. Ну смотри, если мы противоставляем человеческий скотскому, то, конечно же, человеческий – это красиво, хорошо и здорово. Да? Ну, в этой дихотомии, да, человеческий и скотский, ну как бы да. Конечно, хочется фруктового кефира, чем лопатой по морде. Выбор без выбора. Но мы сейчас противоставляем не скотское человеческому, мы противопоставляем человеческому мифологическое. Сверхчеловеческое. Практически. Сверхчеловеческое, практическое. И тут, кстати, я где-то рядом стою, ну как все, психолог или где, с тем, что это не здоровье. Пиковые переживания эйфорического характера, конечно же, это не здоровье. Это лучше. Другое дело, что, опять-таки, ладно, фиг с ним с кефиром на завтрак, но овсянка, как основное блюдо на завтрак, это скорее хорошо. Ну, и иногда, или не иногда, но мы позволяем себе проседка. У нас достаточно здорового кишечка, у нас достаточно человеческого, чтобы было куда привносить мифологическое. Другое дело, что дух сияет где хочет, и мы впервые-то потрогали мифологическое часто в, так сказать, скотского. Но часто вместе со скотским мы выкидываем и божественное, оставив только человеческое. А это душераздирающее, никуда. Ну, как бы нет, нельзя сказать никуда не кодиться. Конечно же, это хорошо, как овсянка на завтрак, как супружеский секс после 15 лет совместной жизни. Это здорово и очень хорошо. Но, но, но тут мы попадаем вот в эту ловушку «это только». Вот это, если это «только», то мы попадаем в точку, в которой я не хочу быть. Вот это, вот когда ты меня спрашиваешь, почему ты не хотела бы быть там, где люди сразу построили себе очень человеческие отношения, и вот, ну, вот, вот, и так и жили. Ну, потому что это только, семья – это только для воспитания, для рождения детей. Другого смысла в семье нет. Регулярный секс – это только для здоровья. Ну, вот эта тема «завести себе любовника» для здоровья. Испытывать 10 оргазмов для здоровья. Потому что ты не хочешь быть отчужденной от собственного мифа, ты это хочешь сказать. Конечно. Это действительно… Ох ты! Ну и что такое? Да. Я хочу есть овсянку на завтрак, для того, чтобы позволить себе просекка. Я не хочу изгадить себя кишечник, ну, и всю пищеварительную систему таким образом, чтобы, ну, до конца жизни всё-таки быть вынужденной жрать только овсянку. Но я могу есть овсянку, ну, как бы, понимая, что это нужно для того, чтобы… Это не только. Я не хочу быть отчужденной от своего мифа, конечно. Да, и при этом мы должны ещё сказать, что я хочу тоже подтвердить, что, как бы сказать, во взрослом состоянии, конечно, тоже можно быть в таком же подростковом контакте со своим мифом. Но для этого надо не выходить из состояния аффекта. Не выходить в благополучие. И обычно это заканчивается как-то жить быстро, умереть молодым. Лид-пас, да? Да. Да. То есть человеческий организм для этого прямо вот в режиме нон-стоп? Нет. Нет. Не приспособлен. Но это или… Ну, то есть не то, что или. Когда это правда происходит нон-стоп, это уже какие-то такие состояния и, наверное, истории одержимости, да? Да, конечно. Так можно сказать? Конечно, конечно. И человеческое… И человеческое… Видишь, почему ещё я, может быть, звучу сегодня, когда я говорю о человеческом, как о чём-то… Как о шаверне, который не заказывал. Но это не так. Человеческое – это, ну, это ограничение. Это опять-таки правила игры, которые держат друг. Опять-таки, если мы живём в этом теле, мы обусловлены теми гормонами, которые у нас есть, нам обусловлены куча вещей. Мы правда очень обусловлены. И нам нужно всё это для того, чтобы, ну, выдерживать встречу с мифом, не оскотиниваясь. То есть у нас, если не будет достаточно устойчивого человеческого, мы тоже будем отчуждены от мифа, просто по причине того, что нечем это будет держать. Не будет вот этого шандала, в котором может гореть свет. То есть я, как бы, критикую сегодня человеческое. Никак вообще, в принципе, не надо этого. Нет, это не должно быть и только. Это должно быть для чего-то. Мы зачем-то… Ну, как бы, это часто ещё, как мой муж рассказывал, что он как-то встречался со своим коллегой, доктором наук. Вот, а он любит же задавать всякие неприятные вопросы. И, ну, им обоим за 50, они о чём-то говорили, и его коллега так посмотрел на него и говорит, подожди, подожди, ты такие вопросы задаёшь. Так ты и до смысла жизни дойдёшь. Это был очень осуждающий вопрос, который явно показывал, что не надо приближаться к этим материям. Делай своё дело и не лезь. Поэтому то, что ты хочешь сказать, да, что только или не только, это не нам решать для других, да. Мы это можем решить для себя, потому что вообще-то, опять же, давайте смотреть реальности в глаза, здоровье, нездоровье, норма, ненорма. Вот эта вот человеческая норма – это то, чего хотят 90% людей. А вот эти вот все штуки – это другое. И вообще, ну, можно и к этому стремиться. Просто не надо удивляться, что, ну, трусы на люстру не залетают. Они не могут залететь, если у нас вот такая вот рамочка и такой предел мечтаний. Они там не предусмотрены. Ну, что же запрет? Это всему мешает. Неаккуратненько. Неаккуратненько, да. И на самом деле же тоже куча художественных произведений построена. На чём? На том, что человек себе строил-строил, построил хорошую жизнь с семьёй, с благополучной работой, четыре дома в апотеку. Вот это всё. А потом вдруг он встречает девушку или юношу, вот, в которую его аниме забрасывает рыболовный крючок. И всё рушится. И он говорит, и я всё, я остался, так сказать, на разваленных жизнях после вот этого вот опыта внезапного контакта с божественным. Поэтому, конечно, даже желая строить человеческое, надо либо уж совсем себе убить тогда что-то. Да, что мы не можем убить аниме. Всё равно что-то произойдёт. Это безнадёжно. Ну, просто как? Нет, почему? Ну, да, убить не можем. Оно не то, что уйдёт, оно и уходит. Ну, то есть просто из аспектов половой ебли взаимодействие либидо будет переходить в область там церебральной ебли. Люди, когда скандалят, люди, когда злятся, конфликтуют, бьются друг об друга, это тот же танец. Ну да. Это тот же бинда. Вопрос в том, ну... Да, вопрос в том, что перевести это, перевести это обратно, ну как, да. И выход из этого будет тоже переводить это обратно в человеческое и оттуда возгонять. Ну, то есть, и оттуда возгонять. То есть, если мы, опять же, говорим о том, что вот есть только человеческое, и как бы мы не то чтобы это убиваем. Человек не мог тот убить смысл жизни. Он мог его вывести за рамки. Вот мы можем вывести за рамки нашей жизни вот эту историю сказок, историю историй. Вот опять-таки, видишь, я к этому слову-то прихожу. Вот, что миф, что наша встреча, это не просто встреча, это еще какая-то история. героями, которые мы являемся. Опять-таки, это очень интересно, конечно, кино, потому что каждый из нас находится в своей истории и имеет дело с аспектами собственной души. Да, у нас как бы двое, но по большому счету у нас там четверо. То есть, это и история двоих, это может быть один миф, да, история мужчины и его аниме, это может проживать один миф или один аспект какого-то мифа, а история женщины и ее спроекцированного новозлюбленного анимуса, это какой-то другой миф. И все попытки людей договориться через голову тех двоих, которые там, несомненно, участвуют, ну такое. То есть, в этом много непонимания, в этом, на мой взгляд, и есть корень непонимания, когда два человека убирают за рамки мифологические истории, собственные, индивидуальные, не имеющие отношения к другому, кроме как в том, что он для нас стал, тут нельзя сказать проводником, ну вот не проводником. Анна, мы про это в следующий раз собираемся говорить. Правда, да? Хорошо, мы про это хотели поговорить в следующий раз. О чем мы хотели? Мы хотели в следующий раз говорить о том, как это готовить, а я сейчас, как это устроено. Ну и, да, хорошо, давай в следующий раз. Что попытка вывести за, я хорошо скажу только это, что попытка вывести за рамки вот этих несуществующих формально, с человеческой точки зрения, участников союза, обречена, ну как бы, если она обречена на успех, то она автоматически переводит все лебедозные взаимодействия в очень конфликтную зону. А если мы хотим перевести лебедозные взаимодействия двух существ в какую-то сексуальную зону, то как бы нам без этих незримо присутствующих аспектов никак не пройти. Никак. Никак. И мы видим, да, что? Не увидим. И неважно, мы говорим о союзе двух, значит, этих партнеров долгосрочных, мы говорим о союзе двух людей, нашедших друг друга в тиндере и примюхивающихся друг к другу на предмет, будет у нас секс, о котором будет приятно вспомнить или будет неудовлетворительная история, да, или мы говорим о какой-то, ну вот, о какой-то внутренней жизни женщины, которая вообще думает о том, ну как бы, вот, иметь ли смысл вернуться к этим вопросам, надо ли мне в мою жизнь вносить еще что-то, помимо продуктивной работы и, не знаю, рукоделия и встречи с подругами. Вот это вот душедрянство, оно ему надо вносить вообще или не надо? А можно без него? Можно по-человечески? Наверное, можно, только зачем? Такая у меня, видишь, история. Вот. Я, собственно, хотела подытожить, что мы с тобой так долго обо всем говорили и ни разу не упомянули о том, что проблемой может быть складки на животе, непрооперированные половые губы или даже неотбелленный анус. Проблема-то... Волосы еще в неуставных... Как бы... Что? Волосы в неуставных местах. Наличие или отсутствие. Ты знаешь, что современная штука, есть проблема, что есть отсутствие волос в уставных местах. А вернуть волоса в уставные места гораздо труднее, чем удалить. Ты слышала? Слышала про такое? Представляешь? Это... И это не усы имеется для того, да? Не-не-не, это ларковый треугольник. То есть, например... Да, если, например, ну вот... Ну то, что... Тоже проблема. В общем-то, что если... Не, ну конечно. Мужчина хочет... Или женщина хочет, неважно. Или сама женщина хочет вернуть себе значит, райские кущи ларковые, то это проблематично, чем удалить кущи. Ну, а где мои 16 лет, она не хочет вернуть? Ну, как бы да, понятно, да. Много проблем в нашей жизни, может быть. Ну, мы с тобой, да, не поговорили об этом. Ну, да, ну... Потому что что об этом говорить? Не в этом дело. Да, в этом тоже дело. Но критерием будет... В другом. В другом. Ну, в смысле, да, в этом, но в другом. Критерий будет в том, о чем мы на самом деле поговорили. Дальше. Насколько неотбеленный анус мешает ее личному мифу? Вот если он действительно мешает ее личному мифу, то оно того, может, и стоит. И надо плюнуть на то, что я, значит, феминистка и не должна покупаться на маркетологические, значит, изыски и патриархальные, значит, установки и пойти отбелить. И вообще не париться по этому поводу. Ну, просто ей надо, она не знает как. Почему-то ей это лично важно. Она, вот это сделав, она себя собирает зачем-то. Это же очень странная вещь. А кто-то будет чувствовать себя целым, если у нас стоит первозданность, собственно, этой зоны. И будет чувствовать себя нецелостным, если как раз-таки пойдет на поводу у маркетологов, моды и кого-то еще. Это очень вопрос личного мифа и позволение себе быть в этом. То есть это абсолютно иррациональные же штуки могут быть. Но вот хочет человек себе сделать какое-то мероприятие. Прямо вот хочет. И опять же, он же может столкнуться с тем, что ну куда тебе в 40 лет вот этим заниматься? А ему, этому человеку, женщине надо. И тут мне видится никак не выйти человеку в решение, да или нет, если он останется в поле человеческом. Если он это не рассматривает как подношение божеству. А если он рассматривает это как, ну, осмысляет это через миф, то оно по-другому. То есть и складки на животе не могут быть осмыслены через... Никак не могут быть осмыслены в одном человеческом поле. Потому что человеческое поле предлагает очень много возможностей это осмыслить. Ну, то есть у меня есть складки «Это хорошо», потому что я за бодипозитив, и я за принимающие отношения к своему телу. Или складки на животе – это плохо, потому что это на самом деле, ну, вот, неуважительное отношение к себе. Или складки на животе вообще никого не должны волновать, потому что когда мы смотрим на себя со стороны во время... Ну, это лишнее, да. Когда мы вместо того, чтобы переживать что-то, думаем о собственных складках на животе. В человеческом поле нет ответов. Точнее, их много. Просто слишком много. Взаимоисключающих. А нам нужен один. А нам нужен один и только наш. И он достижим только в очень иррациональном поле. Когда вот мы что-то знаем про собственные складки или собственный анус, или собственное что-то. И оно, ну, предельно иррациональное. Правда же, скажем? Да. Да, да, да. Я согласна, что надо все разрешить. И мы никому не должны в этом смысле давать отчет. Почему? Даже себе. Ну, как бы, я тут не стала бы путать отчет и рефлексию, да, потому что, принимая правильные решения раз за разом, мы становимся ближе, мы калибруем свой собственный камертон. И надо понимать... Как мы об этом узнаем, что мы стали ближе? Ну, как-то узнаем. Вот как? Мы же безошибочно это узнаем. Ну, нет. Почему безошибочно? Мы узнаем как раз ошибочно. Раз за разом, совершая ошибки, пытаясь вернуться, перевыбрать, выбрать еще раз, выбрать хорошее. Вот. Как мы понимаем, что это была ошибка? Мы же безошибочно понимаем, что это была ошибка. Совершив ошибку. Вот. Я вот про эту безошибочность. Мы четко знаем, да или нет. Как мы это знаем? Вот мы стали более целыми или стали менее целыми. По большому счету, если совсем все убрать, мы либо стали более целыми, либо менее целыми. И это такой, с одной стороны, очень эфемерный критерий. С другой стороны, он, ну вот, его не подделать. Мы сколько не будем себя убеждать, что нет, это было хорошее решение. Это было хорошее решение, но нет, мы знаем, что оно не было хорошее. Почему? Потому что. Потому что. Потому что. Все довольны вокруг, все одобряют, все говорят, боже, какая ты молодец. А мы внутри знаем, что... Или наоборот, да какая ты, как ты смела, где твоя голова была. да, 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 очень да, может, ушел. Да, да, да. Да, вот это безошибочное понимание, ошибка это или достижение, счастье или опыт. Безошибочно. И оно поле мифа. Мы на самом деле свой миф узнаем из этого, из того, что нам действительно дуба. Может, я вот как это думаю, что мне нравится поэты серебряного века и сухое красное, а на самом деле я люблю просек из-за скоблина. Я, может быть, не рада, понимаешь, знать о семейке. Но безошибочно это понимает. И в случае со складками, анусом и пластической операции анеканиталии, по-моему, ну, по-моему, там же. Не то чтобы просто, но безошибочно. Да? Ну что, есть вопросы у наших прекрасных слушателей. Или мы или мы замечаем что-то какое-то расскажем. Мы классные. Спасибо. Буду пересматривать записи. Ну что, подождем еще минуточку. Вдруг кто-нибудь что-нибудь нас спросит. Скажите нам что-нибудь, дорогие присутствующие здесь дамы. Да, нужна ли следующая серия, например? Или мы сегодня уже все сказали? А если нужно, то про что? Не о сексе. Да. Ну, мы очень уверенно сворачивали на скумбрию просеку все время, надо сказать. Не пропьешь. Не пропьешь. Да, следующее время вообще про объективизацию и субъективизацию. О, да. У меня такое ощущение, такое ощущение, что мы, конечно, половину этого рассказали, с другой стороны, мы же соберемся и еще столько же наговорим. Правда? Слушай, я тебе так скажу, я нигде не слышала того, что мы с тобой обсуждаем. А мне бы хотелось послушать. Вот послушать мне об этом не удается, поэтому давай я хотя бы об этом поговорю. Договорились. Хорошо. Отлично. Тогда мы что, мы всем все разрешили. Мы разрешили секс после срака. Мы разрешили даже не париться, если его как-то нету в количестве, которое должно быть, как утверждают заголовки глянцевых журналов. А вы, тем не менее, чувствуете себя удовлетворенной? Ну и прекрасно. Да. Можно. Это можно. Да. Вот, кстати, этому надо отдельно, мне кажется. Вот тому, о чем ты сейчас говоришь, нельзя так взять и разрешить. Об этом прям тоже мне видится важным поговорить о том, что можно не хотеть секса. Да вообще легко. Да вообще, чего там хотеть? И с точки зрения человеческой, ну вот, как это, контролируемый оргазм, что, говорит, у меня руки короткие. Ну, правда. Ну, вот все вопросы. Опять ты человечность эту вмешиваешь. Ты уж каждый раз говорила, у тебя человечность с плюсиком или человечность с минусиком. Она одна. Она нет. Ну, нет, она не одна. На самом деле, одержимость сексом, она же была, ну, то есть не то, что была. Это же относительно недавняя история. И какой-то, господи, пожмой, античный философ прекрасно говорил про период, когда отпускает вот эта волшебная трава. Вот. Я боюсь, что я сейчас не процитирую дословно, но идея такая, что как будто я раб освободился от господина злого и своевольного. И вот это, вот это был шаг в человечность, когда я наконец перестала терзать вот эта вот вся лихорадка. Вот такое было в истории человека, было другое в истории человека, было третье в истории человека. И сейчас нам давят на мозг, что это одна из обязательных значит областей, в которой должен стоять какой-то плюсик. А вообще-то нет. Ну, то есть плюсик может быть, как это, я об этом прочитал, спасибо, поставил плюсик, и это тоже окей. Вот об этом в физице неважно поговорить. Хорошо, договорились. Можно заниматься разнообразным сексом с разнообразными партнерами до старости своей не значит, что ты должен. Можно не приходить, мы вычеркиваем. Вот. А с другой стороны, если, например, не занимался, не занимался, не занимался, а потом захотел, это же не значит, что все. Ты, типа, не приходил на праздник большого секса. Вот все свои, там, не знаю, 45 прощелкал, а в 50 тебе уже совсем поздно. Вот это же тоже лажа. Как ты думаешь? А почему? Хочешь, есть куда прийти, приходи, если у тебя адресок в кармане есть, конечно. А адресок там не появляется сам по себе. Тоже об этом имеет смысл говорить. В общем, мы сделали тизер предполагаемой следующей серии. пишите, если мы ее... Ну, то есть, мы ее так и так сделаем, Анна. Не будем лукавить. Мы будем об этом говорить просто потому, что мы хотим об этом говорить, и все. Вот. Ура. Потому что мы ухохочительны. Да, от тебя было смешно. Отлично. Это прекрасно. Вот. Отлично. Я думаю, что да, мы не будем имитировать, что мы... Я не такая. Да, мы не будем имитировать, что мы находимся в большой зависимости от реакции аудитории. Мы разрешаем себе не имитировать оргазм. Да. В этом смысле. Просто будем с тобой говорить, пока говорите. Мне с тобой говорить об этом не нравится. Анна, в данном случае мы бы стали имитировать его отсутствие. Поэтому давай. Мы и так. Да. Да. Хорошо. Тогда до новых встреч в эфире, Анна, с тобой. Запись ты повешаешь. Да. Спасибо всем, кто пришел. Было приятно, что мы сидели между двоем. До встречи. До встречи. Пришли вообще все любимые. Спасибо вам. Пока-пока. Пока. Пока.